А вот все же мне непонятно, почему вот эта частица в бозон Хиггса в итоге оказалась бозоном с целым спином, а не фермионом, например. Это было, что я имею ввиду, это было следствие уравнений, которые выписал Хиггс и его коллеги, или он изначально сказал, что частица должна быть с целым спином? Ну, он изначально сказал, что частица должна быть скалярной с целым спином, с другими частицами никакого вот такого вот красивого эффекта не получалось. А теперь на Большом Адронном Коллайдере это квантовое число, спин и четность были очень хорошо измерены. Ну, а то, что это не может быть фермионом, например, эта частица распадается в два фотона. Фермион в два фотона распасться не может. Если бы это был вектор, вектор тоже не может распасться в два фотона. Но это мог бы быть тензор по квантовым числам, или это мог бы быть псевдоскаляр, например. Вот эти гипотезы, они все закладывались, моделировались, показывались те следствия, к которым они приводят, и сравнились с измерениями. И оказалось, что с вероятностью 99,9% все гипотезы, кроме скаляра, то есть спин, ноль, четность плюс, кроме скаляра, все остальное исключено. С очень высокой степенью вероятности на сегодняшний день. Вот так. Спасибо. У меня есть первый вопрос. Какие вот, говорят, что в стандартном отеле очень много свободных параметров. Вы могли бы сказать, что это такое? И второе, значит, в принципе, на большом антронном коллайдере можно найти любую незапрещенную частицу. В принципе. И значит, тогда что искать, если так сказать? Правильно, конечно. Если она не запрещена ничем, конечно, можно найти. Весь вопрос в том, существует она или нет. Более попытки делаются, чтобы найти что-то еще. Это по поводу... А по поводу свободных параметров сейчас у меня... А вы уже убрали, да? Там был один слайд, который я... Сейчас, подождите. Действительно, в стандартной модели есть целый ряд свободных параметров. И которые самой теории не предсказываются. В частности, стандартная модель не предсказывает массы самих частиц. Она только дает механизм и говорит о том, как эти массы возникли и появились. А сами значения массы определяются экспериментом. Она не дает значений констант связи. Она говорит, что вот такие связи по структуре есть. Но вот сами заряды стандартная модель не предсказывает. Скажем, то, что электромагнитная постоянная тонкая структура – это 1,137-я, вот этого стандартная модель не предсказывает. Это извлекается из эксперимента. Но стандартная модель предсказывает, что если она на масштабе Томпсоновского эксперимента – 1,137-я, то в массе Z-бозона она уже эволюционирует совершенно определенным образом, согласно стандартной модели. И должна быть 1,128-я. И вот это значение 1,128-я уже меряется в экспериментах. И в точности, прямо вот то, что называется пуля в пулю, соответствует предсказанному. Значение многих параметров, но она позволяет вычислить многочисленные характеристики, такие как вероятности рождения, вероятности распадов, различные распределения по различным переменным. Огромное количество данных. И вот это вот, вот в этом силы. Вопрос, может быть, дилетантский. Известно, что нейтрин имеет массу. Очень маленькую, но имеет. При этом, те нейтрин, которые детектируются, они практически со скоростью света распространятся там. Ну, в частности, вот, пресловодный эксперимент оперы и прочее. Соответственно, вопрос, может быть, нескольких частей. Во-первых, существуют ли нейтрин, которые распространены со скоростью заметно меньшей скорости света? То есть, проблема в детекции или проблема в том, что они рождаются изначально очень быстрыми? Второй вопрос, могут ли они как-то замедляться и тормозиться, по сути? И третий вопрос, вот, ну, предположим, у нас, поскольку масса не нулевая, да, нейтрин могут быть очень медленными. Чем отличалось бы, там, облако медленных нейтрино от облака темной материи? Спасибо. Значит, вот смотрите, я думаю, что частично отвечу я, частично будут ответы так или иначе в следующей лекции, потому что, как раз, нейтринным вещам будет много чего посвящено в следующем кусочке. Много. А? Это не совсем соответствует, действительно. Не совсем? Ну ладно. Ну ладно, ну как-то будет затронуть. Ну ладно, но, тем не менее, значит, все-таки, если быть более аккуратным, то, значит, мы знаем, мы измерили разности масс нейтрино. Не массу нейтрино, а разности масс. Если измерена разность масс, и, значит, она не нулевая, то это говорит нам о том, что, по крайней мере, одно нейтрино имеет массу. По крайней мере, одно, но какие-то могут быть безмассовые. Если разность не нулевая, а одно, по крайней мере, может быть, оба массивные, вот между ними вот такая разность масс. Но массы в любом случае очень маленькие. Это, значит, результаты всяких многочисленных измерений. Теперь, то, что касается, скажем, ну экспериментов ОПЕРА, да, где появляются нейтрино, рождаются и, там, значит, бегут куда-то, и там ищется, ищется отпик. Очень хорошее измерение. Там была просто ошибка в эксперименте, поэтому, значит, не было вот этого вот утверждения. Но в любом случае, если частицы эти летят со скоростью, ну очень и очень мало отличающиеся от скорости света, крайне мало отличающиеся. Теперь, что значит замедлить? Ну, нейтрино отличается от всех остальных в частиц тем, что она очень слабо взаимодействует с веществом. Поэтому, как в лабораторных условиях вот так по-настоящему замедлить нейтрино? Это, я не знаю. По-моему, шансов нет. Тем не менее, конечно, эти взаимодействия, скажем, оказывают влияние на нейтрино, который проходит сквозь Солнце. И вот это приводит к совершенно определенным эффектам, вот эффекты, так называемые, Михеева-Смирнова, Вольфенштейна Михеева-Смирнова. Ну вот, как-то так. Вообще нейтрино. Этот вопрос тоже был исследован. Если в детали не вдаваться, ответ такой. Не получается темную материю объяснить нейтрино. Об этом я расскажу. Об этом как раз будет разговор. А вот уберется масса протонов, потому что если сложить массы кладков... Спасибо. Прекрасный вопрос. Это и на плеон без массы. Да, прекрасный, прекрасный вопрос. Это совершенно великолепный вопрос. Обычно, вот, очень часто бывает недопонимание. И я виноват, наверное, надо было про это сказать более аккуратно. Так вот, когда в разных газетах или в телевизионных передачах вы читаете, о, все массы обусловлены механизмом Хиггса, вот этой божественной частицей, которая придала массы. Оказывается, ничего подобного. Да, действительно, фундаментальным, всем фундаментальным частицам массы приданы за счет вот этого эффекта. Но фундаментальные массы У и Д-кварпов, из которых состоит этот протон, они измерены в глубоко неупругих рассеяниях. И они составляют примерно 5-10 МФ. 5-10 МФ. А масса 1 ГФ. Таким образом, ну, скажем, у нас протон УУД, да, 5-5 плюс 10, 20 МФ. А нам надо ГФ с вами набрать. Так вот, главная масса, она происходит не из вот этих вот кирпичников, не из суммы их масс, а от энергии и взаимодействия. Глеоны сами безмассовые, но поля настолько здесь сильные, что вот энергия этих сильных магнитных, сильных, как они называются, хромоэлектричных и хромомагнитных полей настолько велика, что вот она, она обеспечивает вот эту вот массу. Масса связана не с механизмом ХИКСа, протона и нейтрона, а со сложной структурой взаимодействия квантовой хромодинамики. Что измеряются вот в этих энергетических единицах? Его можно измерять в килограмм, просто это будет очень маленькая доля килограмма, и удобнее измерять вот в этих вот значениях ГЭВах. Измеряется в ГЭВах, в электрон-вольтах, МЭВах, вот в этих единицах измеряется. Как измеряется? По тому, как частицы, например, бегают и отклоняются в магнитных полях и так далее, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok